Оперативный штаб по размещению и оказанию помощи беженцам из Донбасса провел и глава Волгограда Владимир Марченко. Муниципалитет уже определил места для организации пунктов временного размещения. Также проработаны вопросы обеспечения питанием, медицинской и другой необходимой помощью. Этой ночью 150 человек, в основном женщины и дети, разместились в гостинице «Старт» в Тракторозаводском районе. Уже второй раз жители нашего региона предоставляют крышу над головой и делятся теплотой своих сердец с людьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Какие условия подготовили для беженцев, выяснила Регина Федина. У каждого жителя Донецкой и Луганской народных республик своя история. Кто-то пережил страшные потери родных, близких и друзей. Кто-то не захотел испытывать судьбу под разрывами снарядов. Пожилая пара вместе с грудным малышом взяли с собой самое необходимое. Минимум вещей, документы, детское питание и кошку, которая для них как член семьи. Оставили дом друзей сына, который защищает Донбасс. До мирной жизни добирались два дня на машине. Пришлось приехать сюда. Правда, молодцы. Молодцы, все, и обслуживание, все. Нас сразу поселили с ребенком. Ребенку сразу предоставили, что там питание, какой муж надо, все это. И врачи обсмотрели все. Врачи все это зареестрировали нас. В пункте временного размещения в гостинице «Старт» 15 волонтеров. Они помогают беженцам в сборе необходимых документов. Многие волгоградцы собирают вещи и питание для детей, одежду и многие другие предметы первой необходимости. Кто-то предлагает свое жилье в качестве временной крыши над головой. Власти региона подготовили для прибывших из Донецкой и Луганской республик комфортабельные номера. Обеспечили трехразовое питание, необходимую медицинскую и психологическую помощь. В организации всего комплекса задействованы сотрудники миграционной службы, комитет социальной защиты населения, пенсионного фонда и многих других профильных структур. В комнатах матери и ребенка волонтеры развлекают детей, пока их родители оформляют документы. Все стараются создать максимально комфортные условия для тех, кому так нужна помощь. Комната размещения от двух до трех человек. Нормальные условия для проживания, можете сейчас посмотреть. Да, есть просьбы, которые размещают вместе с детьми, но, естественно, они вместе с детьми находятся. Добавляются посадочные места, спальные места и расслабушек. Покинуть родину из-за обстрелов страшно. Некоторые вынуждены это делать уже во второй раз. Сестры из города Кировска, Луганской народной республики, потерявшие близких людей в ходе боевых действий, в первый приезд 7 лет тому назад, больше года жили в Волжском. Сейчас они в Волгограде. Хотят обосноваться здесь, начав на новом месте все с нуля. Каждому человеку отдельно койка. То есть мы выспались, дали нам сухпайок, водички дали. Ну, все как положено. Постельная. И мы даже с Кристинкой плакали, потому что мы не думали, что мы хоть кому-то нужны вообще в этом мире. Когда приехали, мы даже не думали, что именно сюда так красиво все для нас делают. Большое спасибо, конечно. Приятно, неожиданно. Сейчас все прибывшие приходят в себя, набираются сил, строят планы на будущую жизнь. Глава Волгограда Владимир Марченко проверил организацию работы пункта временного размещения в гостинице «Старт» в тракторозаводском районе. Беженцы обеспечены спальными местами, горячим питанием. Владимир Марченко уточнил, какие просьбы есть у беженцев. Среди тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, пять семей с детьми грудного возраста. Глава города побеседовал с родителями, попросил их составить перечень предметов, необходимых малышам. Вы сделаете там недельную заявочку, что нужно для ребенка. И мы вам поможем. Мы все привезем. Питание, может быть, какое-то детское нужно. Каша. Каша. Вы напишите, что нужно. Вы напишите, что нужно. Потому что ребенок же там к чему-то привыкает, что-то любит больше. Владимир Марченко поставил профильным службам задачу в короткие сроки обеспечить семьи этими предметами. Пункты временного размещения будут разворачивать по мере прибытия людей. Регион готов к увеличению потока беженцев. На особом контроле губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Регина Федина, Виталий Грещенко. Время новостей.